Две недели прошло после того, как большая вода накрыла бельгийский льеж и окрестности, став причиной гибели десятков людей. Жители маленькой коммуны Троо, испытавшие на себе удар стихии, жалуются на приступы паники и ночные кошмары, постоянное чувство страха за жизнь. Отстроить заново дома можно за несколько месяцев, а на то, чтобы оправиться от потрясения, потребуется гораздо больше времени. «Мы будем слышать этот шум всю оставшуюся жизнь. Мы травматизированы. То, что мы видели, эти проплывающие машины, прибывающие в воду, поражает. Это ужасно». «Самое сложное для меня – запах и шум. Каждый раз, когда хлопает дверь или что-то падает, я вздрагиваю при малейшем шуме». Психологи объезжают окрестности, чтобы немного поговорить с нами. Но сейчас у нас нет времени на разговоры. Нужно закончить разбор завалов, попытаться спасти какие-то вещи. «Острая реакция на шум, свет, запах, непроходящая тревожность, бессонница – явные симптомы посттравматического стрессового расстройства, говорят специалисты. И последствия могут быть очень серьёзными». «Это глубокое потрясение, поэтому мы считаем необходимым создание структуры для оказания психологической помощи долгосрочного характера. Люди пережили настоящий ад. Их организм будет всегда об этом напоминать. Это останется в их душе и мыслях». Бельгийская прокуратура возбудила уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве. Ей предстоит выяснить, имел ли место сбой в системе оповещения об угрозе наводнения, в результате которого погиб 41 человек. Двое числятся пропавшими без вести.